38-й генный ключ тень борьбы. Битва без цели. 38-я тень совместно со своим партнером 39-й тенью представляет собой тяжелый дуэт. Это древняя генетическая программа индивидуального выживания. Обе эти тени тесно связаны с животным миром через свою роль в ранней истории гоминидов. У животных эта естественная свирепость воплощена в поведении матери, когда ее детенышам угрожает опасность. Развившись в людях, данный аспект ДНК стал основой эволюционного закона естественного отбора. 38-й генный ключ также тесно связан с индивидуальным здоровьем и благополучием. Эта генетическая схема и сегодня влияет на людей, независимо от того, насколько близко эта тень ассоциирована с вами. Она находится в коллективном энергетическом поле человечества и особенно сильно проявляет свою агрессивную реакционную сторону, когда одна группа людей угрожает другой группе. Эта тень любит сражаться, и природа этой битвы зависит от ее чистоты. На низкой чистоте она сражается с другими, с собой или с самой жизнью. Как-никак она является тенью борьбы. Эта борьба обессиливает как самого борца, так и любого, кто оказался в нее втянутым. Слово «втянутый» очень подходит для характеристики природы 38-го генного ключа. Уровень дара называют стойкостью, но на низкой чистоте это выглядит, как упрямая настойчивость сражаться независимо от исхода. Будучи связанной со своим программным партнером 39-й тенью провокации, 38-я тень просто вонзает свои зубы в кого-либо или что-либо и не отпускает до тех пор, пока другая сторона не сдастся. На низкой чистоте это всегда вызывает определенные разрушения. Чаще всего эта тень проявляется в отношениях, когда один или оба партнера не чувствуют себя реализованными. 38-я тень ищет в сражении ощущения предназначения в жизни. И в этом смысле она магнетически связана с 28-й тенью бесцельности. Если человек не имеет реальной сонастроенности со своей целью, то провокация приносит чистоту, создающую в отношениях весьма разрушительную динамику. Этот повсеместно распространенный шаблон постепенно вымывает из отношений любовь. И с течением времени борьба партнеров фактически превращается в зависимость. В любых отношениях есть внутренняя цель. Но если цели двух людей изначально не сонастроены, шансы для проявления истинного характера взаимоотношений ничтожны. 38-я тень приносит с собой печали. Если нет реального ощущения цели собственной жизни, то в большинстве случаев эта печаль направляется в виде агрессии на близких и обычно на членов семьи. Борьба – это паттерн, навязывающий определенный ритм дыхания и заставляющий вас полностью забыться, а также делающий вас глухими к любому влиянию извне, как будто некая внешняя сила, имеющая над вами власть, вынуждает вас пробивать головой своей или чужой стену. В тот момент, когда вы делаете вдох, в этой паузе ломается паттерн, что позволяет вам переориентировать свою энергию. Чем более вы упираетесь, тем больше вызываете сопротивление. Подавленная натура пораженец. Эти люди не склонны проецировать свое страдание наружу, а занимаются самобичеванием, еще глубже запирая энергию в своем теле. К сожалению, внешним воздействием невозможно вывести человека из подобного состояния. Освобождение от собственных внутренних демонов требует огромной внутренней мотивации. Реакционная натура агрессивна. Как подавленная натура не может сражаться из-за нехватки смелости, так и реакционная натура не может удержаться от борьбы, хотя эта борьба всегда происходит не с теми вещами и не с теми людьми. Реакционный характер склонен проецировать весь свой гнев и агрессию на других. Эти люди воплощают само понятие битвы, битвы без цели, ради самой битвы. Не ощущая своего предназначения, они постоянно втянуты в борьбу с другими людьми, чтобы только снять напряжение в своем теле. Дорогие мои, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. До новых встреч! Ваша Белая Рохидея. Продолжение следует...